приветствую друзья сегодня у нас на канале еще одно теоретическое видео поступило одновременно довольно много просьб снять вот такой ролик в духе семинара о ловле весной хотя мне сложно представить что можно добавить весенней ловли я все-таки попытаюсь рассказать более меня систематизировано о том что я знаю по этой теме что удалось применить какой был опыт потому что я в принципе практически всегда открываю сезон очень рано и имела довольно много успешных весенних сессий вот поэтому ну поделюсь тем что знаю плюс немножко расскажу о том какие именно наши корма карпейчерс больше подходят для ловли весной поскольку об этом тоже очень часто спрашивают ну поехали для начала что такое весна это не календарная весна начиная с марта до конца мая это некое состояние природы при котором все еще только просыпается карт только начинает активничать вот и поэтому все вот это календарный весь этот период можно понятно поделить на весну раннюю ранние весна это там начиная условно в зависимости от погоды в нашем регионе с марта месяца с конца марта и до середины где-то апреля до конца апреля и поздняя весна поздняя но ловля поздней весной это не столь интересная тема потому что она часто уже от летней ловли мало чем отличается нас интересует весна ранняя которая позволяет когда вот только лед сошел уже ощутить борьбу с карпом вот многие игнорируют это время года хотя она очень интересная и ну вот в это время года каждый пик сигнализатора заставляет сердце биться чаще очень люблю ловлю ранней весной несмотря на всю всю ее капризность и специфичность вот как мы для себя понимаем что такое весна ранняя что такое весна поздняя это касается прежде всего температуры воды для меня условная температура примерно до 12 градусов вода это вода холодная свыше 12 градусов вода допустим прогревающиеся назовем так и вот весной поздний вода уже начинает прогреваться выше 12 доходит там до определенных значений начинается нерест это уже совсем другая история а вот вода до 12 градусов это как раз ранняя весна и именно она будет интересовать меня больше вот в этом видео именно про нее попытаюсь рассказать потому что повторюсь это ловля очень интересная очень адреналиновая очень капризная и позволяет после зимнего перерыва ощутить все прелести поклевки и когда но каждая поклевка имеет большую ценность начнем с первого и очевидного вот наверное для весенней ловли до скажу что я ездила на рыбалку через два дня после схода льда и успешно ловила рыбу и главное получила от этого в этом кучу эмоций кучу радости ради чего наверное собственно все это и происходит поэтому именно вот такой ловли мы и поговорим начнем с самого первого и самого важного момента это выбор водоема для ловли ранней весной выбор водоем самый главный в целом фактор от которого будет зависеть успешность или не успешность весенней ловли это температура воды это самое основное почему карп ловится в это время или же почему он не ловится потому что когда температура воды падает карп становится менее активным поднимается становится более активным каким образом это имеет отношение к выбору водоема если мы имеем водоем площадью там 600 гектар с глубинами 11 метров на дамбе и два метра в вершине попробуйте представить себе сколько времени потребуется вот этой площади на то чтобы прогреться а если вдруг поднимется ветер какой-нибудь там 11 метров в секунду который весной бывает весьма часто перемешает вот эту вот всю воду в вершине и она опять остынет плюс если рыбы здесь очень мало там какие-нибудь отдельные особи плавают в разных участках водоема то в таком случае шансов мало это крайний крайний случай такого большого водоема вот но даже водоемы площадью порядка там 30 40 гектар если вы не имеете отчетливого понимания по месту ловли если там нет допустим коряг там каких-то отчетливых мелководных участков они могут быть малоперспективными ну и исходя из понимания что все зависит от температуры воды мы должны выбирать водоемы которых вода будет прогреваться быстрее какие-то водоемы небольшие небольшой водоем это первый критерий который позволяет нам рассчитывать на успешную весеннюю ловлю ну не без усложнения там условий для себя небольшой второе с ну назовем с нормальной плотностью рыбы с нормальной плотностью плотностью карпа поскольку в условиях низкой плотности как может очень долго не начать двигаться в поисках пищи вам будет значительно труднее найти эту рыбу на водоеме тем более незнакомым допустим большего размера но вот в условиях нормальной плотности у вас гораздо больше шансов попасть рыбе под нос мало активно либо же встретить ее где-то на проходе вот и еще желательно выбирать водоем знакомый потому что весна время года очень непредсказуемая рыба еще не ходит так активно своими маршрутами которые можно анализировать в летней ловле когда рыба активная вот и по весенней ловли когда у вас может быть там одна поклевка в сутки даже на водоеме где куча рыбы вот вы не сможете прийти к выводам о том что на водоеме вообще происходит поэтому ну для ознакомительных рыбалок для первых лучше выбирать все-таки водоем который вы хорошо знаете для того чтобы но более осознанно подходить вообще ко всей рыбалке понимать что у вас происходит вот поэтому первое небольшой водоем где вода быстро прогревается оставьте большие водоемы на май месяц больше будет перспективности в ловле вот кроме того дальше скажу что небольшой водоем удобен тем что позволяет вам облавливать разноплановые очень точки что весной нужно поэтому ну вот лучше так вот с нормальной плотностью карпа объяснила почему больше шансов просто банально и знакомые для того чтобы вы понимали поведение рыбы на этом водоеме вот что вы ловите в правильном месте потому что место весной ну прям прям критически важный момент вот это выбор водоем после того как вы определились с тем куда вы поедете вам на самом водоеме нужно выбрать участок где вы будете ловить обычно во всех классических текстах про весеннее ловлю мы встречаем информацию о том что мы должны ловить на мелководных участках это и так и не так одновременно потому что рыба может быть ранней весной который мы говорим как на мелководье так и на глубокое участке водоема это будет зависеть уже от погоды от погодных условий повторюсь еще раз что весной самое основное на что мы смотрим это температура воды от нее зависит практически все это и движение рыбы само по себе то есть куда она будет стремиться где и будет комфортнее от ей будет комфортнее так где там где температура воды выше также в более прогретых участках уже начинают появляться там первые какие-то признаки естественной пищи она тоже будет перемещаться туда кислорода весной в воде из в избытке более чем достаточно поэтому вот самое первое что мы учитываем и думаем о чем это температура воды она же кстати влияет на тактику прикармливания на выбор корма я расскажу об этом позже знал в следующей части этого видео когда уже начнем начнем говорить именно о прикорме они вот короче говоря температура воды наше все весной об этом мы должны думать в первую очередь как же мы будем выбирать место повторюсь что речь идет про раннюю весну давайте попробуем бегло мельком разобраться с погодными условиями изобразим какой-то условный водоем например небольшой какой-нибудь там 5 гектарный вот такой здесь у него будет вершина здесь у него будет дамба предположим что здесь имеются коряжки вот здесь имеются камыши здесь глубина допустим 70 сантиметров здесь глубина берега 50 сантиметров вот тут я знаю какие-нибудь еще есть может быть особенности пусть будет тоже каким-нибудь коряги но только на глубине допустим 2 метра дальше вот этот более глубоководные участки с глубиной там 4 метра вот в таком вот ключе вот вот это водоем теоретически на котором весной можно ловить очень и очень успешно это у нас дамба вот разберемся да ну собственно я начала про погоду вот разберемся с погодой погода у нас может быть весной солнечная и штиль и вот это вот солнечная и штиль погода солнечный безветренный день солнечный день без ветра это наиболее перспективная погода для ловли весной в течение солнечного дня без ветра если вот эти участки водоема попадают под прямое солнце солнце светит вот сюда здесь вода будет прогреваться весьма и весьма значительно и быстро на 50 сантиметров 70 и вы спокойно можете ловить здесь днем в солнечную погоду ожидая поклевки рыбы ночью если вы ловите не на дневную сессию остаетесь на суточную рыбалку вы переходите уже на более глубокие участки допустим вы здесь стоите начинаете ловить рыбу на двух метрах и даже на ямах куда она весьма быстро с некомфортных участков может переместиться и ночью вы можете получить поклевки уже совсем не на мелководье она наоборот на глубоких участках связано с тем что происходит очень существенное колебание температуры воды в течение дня когда светит солнце и течение ночи когда температура падает и могут быть даже заморозки вот исходя из этого есть всякие нюансы погоды которые могут внести коррективы вашей ловли вот прям посередине вашей рыбалки то есть например например у вас прекрасно вы стоите здесь ловите на мелководье в коряжках возле камыша все у вас хорошо получается поймали отсюда карпа отсюда карпа и вдруг поменялся ветер и стал более сильным поднялась волна и все эти точки закончатся скорее всего у меня это было неоднократно когда вот всего весной идет 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 потом внезапно меняется погода раз крутанула все мелководье не работает уже будет работать совсем другие точки совсем другие участки почему потому что ветер перемешивает воду вот эту вот на мелководье очень быстро она в итоге очень быстро остывает и все до свидания вот тогда как будет перемещаться наоборот на глубину и у вас там будет больше шансов его поймать чем здесь поэтому совет ловить только на мелководье весной он неправильный потому что рыба перемещается в зависимости от изменения температуры воды но очень шустро весной и точка на мелководье выключается при вот появлении ветра и всего такого очень быстро что еще вот касательно именно вот этих мест если мы возьмем вот если бы вот это была какая-то заводь еще закрытая какими-то холмами например если это даже большой этом более большой водоем от ветра и при этом там вот солнечная сторона в течение всего дня ветер светит солнце светит сюда простите вот вода прогревается ветер не задувает весь ветер вот здесь например тут все бурлит кипит а здесь тихо тихая заводь вот это очень хорошая и очень перспективная тогда будет место для весенней ловли ну то есть опять к чему свелись мои рассуждения к тому где вода теплее вот самое первое чем вы должны думать где скорее всего будет вода теплее на вашем водоеме и туда и стремится там и ловить если мелководья днем в течение дня остывают быстро если еще нет того тепла нет той солнечной погоды тут скорее всего нужно идти на глубокие участки и искать дом рыбы в виде коряг всего остального если вы имеете дневную хорошую теплую погоду ясную безветренную либо вы выбираете вот такие места которых я сказала тихие заводе там защищенные от ветра берега и вы ловите там то ну скорее всего там тоже будет карп вода будет прогреваться вот что же делать вот с этим все переменчивостью погоды переменчивостью карпа в это время но оптимально выбирать себе такие места где вы можете обловить все вот эти вот возможные вариации ну например вы стоите вот здесь у вас лагерь у вас одно удилище будет на глубине 4 метра другое удилище у вас будет на глубине 2 метра и третье у вас будет на глубине 70 сантиметров и вы сможете судить в таком случае о том что вообще происходит на водоеме сейчас и облавливать разные очень места ну никогда мне кажется не стоит упираться вот какие-то однотипные точки при весенней ловле и не только но не только при весене но здесь как-то особенно то есть у вас должна быть точка на мелководье . на средней глубине . на большой глубине если вдруг такого у вас выбора нет и вы можете сесть только в вершину или только на дамбу тогда вам придется только заранее предполагать где будет рыба повторюсь что если погода хорошая если погода солнечная то будет прогреваться мелководные участки водоемов если погода нестабильная если ночью очень холодно днем дует ветер волна и все такое то скорее будут более перспективные более глубокие участки водоемов вот и исходя из этого вы уже выбираете выбирайте себе место думаю постоянно температуре воды вот весной также как и в другое время года всегда надо искать себе коряги это очень перспективно потому что карп может там и зимовать может там просто стоять и вы можете под нос попасть ему прикормкой и это камыши такие особенные места где как будет держаться в любое время года коряги камыш ну и смотрите обязательно на глубину возле этих коряков за этого камыша и старайтесь как я уже сказала иметь возможность обловить различные участки если вы ночью получаете поклевки на глубоких точках то это не значит что дальше целый день надо ждать поклевки на эти глубоких точках нужно смещаться возможно на мелководье если у вас солнечный день без ветра да ну можно еще тоже уточнить по поводу ветра что летом обычно ветер очень хорошо когда жарко потому что он обогащает воду кислородом а весной ветер обычно плохо потому что он заставляет температуру воды падать поэтому обращайте всегда внимание когда ловите на ветер его направление и старайтесь выбирать для ловли те места которые от ветра защищены либо ну хотя бы находится не по его направлению для того чтобы там температура воды было немножко выше ну теперь допустим вы уже выбрали свой водоем нашли недалеко от дома небольшой водоемчик на котором вы будете ловить выбрали место на этом водоеме посмотрели предварительно на погон прогноз погоды не будет ли ветра снега то и такое бывает солнечный день на следующий день снег и все ваши планы полуле рушатся вот обратили на все это внимание и допустим имеете идеальную весеннюю погоду солнечный день штиль тихо ночью холодно 0 минус 2 пускай даже и днем у вас там температура воздуха 12-15 градусов то есть вода успевает прогреваться вы греетесь на солнышке находите такой вот ситуации выбрали место ловли например мелководье глубокий участок которым я уже говорила у вас там две удочки облавливают что делать как кормить начнем вообще с длительности сессии хотя я люблю долгие сессии на водоемах относительно долгие весна это не то время когда но на мой взгляд это оправдано вообще ну есть люди которые ставят себе там трофейные цели на весну я их обычно не ставлю то есть весной чаще всего просто хочется поймать первую рыбу максимально раньше услышать звук сигнализатора ощутить радость вываживания и поимка там и 5 килограммового карпа и трех в это время года дарит радость тем более они не клюют как из пулемета поймать ее тоже тоже еще нужно поймать ну вот поэтому никаких целей по селекции рыбы на это время года я обычно не ставлю это чем я буду говорить это будет касаться именно просто задачи просто поймать карпа в тех условиях когда он только-только начал просыпаться когда выдачу холодно то есть когда очень ранней весной вот я не вижу большого смысла сидеть трое четверо пятеро суток в таком случае весной оправданы совсем короткие сессии сутки двое там максимум вот связи с тем что я говорила раньше что температура воды колеблется погодные условия очень нестабильные весной там сейчас тепло на следующий день холодно ветер и все такое нет ну и рыба еще не активно не пытается так как нужно она очень вялая и но вот прям так поставить на корм рыбу закрутить ее там сель проселекционировать заставить допустим определенный бойл работать чтобы подойти постепенно к поимке трофея здесь мне кажется это все ну почти почти не работает по крайней мере исходя из моего опыта поэтому здесь ловля но такая поймать рыбу просто обрадоваться и их поехать домой вот как мы это будем делать если сессия короткая ну сессия у нас короткая есть у нас в таком случае два варианта как мы будем кормить первое это точечное прикармливание точечное прикармливание по сути это ловля без корма и она тоже очень эффективно и сейчас даже могу примеры жизни рассказать но это на этот счет вот точечное прикормление и второе это но использование уже собственно прикормки остановимся на обоих этих видах тем более что в течение одной рыбалки вы можете использовать оба допустим у вас одно удилище будет поисковым или даже два одно удилище будет ловить стационарно в одной точке с использованием прикормки поэтому оба вида нужны вот этот вот первый точечное прикармливание поисковая ловля чаще бывает эффективнее даже чем ловля с прикормкой весной ранней вот но и вот это тоже срабатывает когда рыба достаточно там активно для того чтобы начать правильно уже искать себе именно пищу скажу сразу заранее что мы находясь на водоеме оценить вот заранее предположить будет ли прям вообще вот такая вот активная рыба можем только если мы знаем температуру воды конкретно в данном водоеме в данное время года в данных условиях вот и насколько долго это температура воды допустим более высокая вот если мы этого не знаем то ну едем во все оружие и готовим обе тактики и точечное прикармливание и использование прикормки начнем с точечного прикармливания что это вообще у нас такое точечное прикармливание это пва стик флэт и пва пакет все это отлично работает очень эффективно имеет право на жизнь пва стик что вы используете в стике ограничено вашей фантазии в стике можно и жирные корма дробить весной применять они будут тоже нормально вполне работать вот единственное есть нюансы по поводу стиков как на которые вы должны обращать внимание весной что нельзя делать со стиком нельзя переувлажнять переувлажнять иначе он будет но очень плохо растворяться и вы получите проблему нельзя особенно жирные стики вязать заранее запомните это это очень важно потому что если вы вяжете жирный стик пусть даже но вот из наших стиков это может быть с коттеск вид блокерн и даже red на самом деле вы связали заранее все эти пва стики содержат в себе определенные дробленные жирные ингредиенты если эти жирные ингредиенты вашу сетку пропитают они могут замедлить растворение стика и летом а весной вообще вообще будет все очень плохо то есть стик может лежать очень долго поэтому не вяжите стики заранее тем более для ловли в холодной воде делайте это прямо на берегу можете обмакнуть жидкость забросили не переувлажняйте ликвидами которые также имеют в себе различные животные жирные компоненты вот животного происхождения это тоже очень сильно замедлит растворение стика вот но если вы прям сильно переувлажните в том числе и ликвидами которые для холодной воды хорошо подходят я позже скажу здесь тоже все это может рассыпаться гораздо медленнее вообще в принципе в холодной воде весь корм он лежит в первозданном виде значительно дольше это всегда нужно учитывать но дальше расскажу об этом когда буду говорить о прикормке вот в общем нельзя стики переувлажнять нельзя стики вязать заранее дальше да еще сама сетка использовать быстро растворимую сетку вот я забыла хотела сказать забыла вспомнила вот быстро быстро растворимая допустим у нас сетка делится на два вида эта сетка для теплой воды красная сетка для холодной воды синие вот в случае с нашей сеткой нужно использовать только синюю сетку весной красная сетка будет растворяться очень медленно и но испортит вам вот работу всего этого дела вот то есть не вяжите заранее не переувлажняйте стик не обмакивайте стик в ликвиды которые в холодной воде растворяются медленно то есть если бы я использовала стик весной ну собственно не если бы что я и делаю я обычно использую ликвиды из наших для обмакивания сетки это бета steam отлично растворяется в холодной воде идеально это ес то же самое в холодной воде растворимость отличная это кс л ликвиды red и ликвиды скт основаны на животных экстрактах таких довольно тяжелых которые в холодной воде растворяются медленно в очень холодной когда вода чуть-чуть начнет прогреваться можно уже использовать ликвид red особенно для пропитывания при кормке но вот но для обмакивания стика я бы при очень холодной воде использовала из наших ликвидов вот эти три варианта ksl beta steam есть они очень быстро распространяться в холодной воде дадут сигнал и никак не повлияют на то как растворяется ваш стик вот ну все это собственно верно в отношении пва пакета флэт не не ловлю на флэт поэтому здесь по деталям нюансам лучше спросить у кого-то другого вот по стиком в среднем вот так я предпочитаю использовать весной вообще сухой стик не увлажнять его ничем для того чтобы он под водой пылил здорово но и вот обмакнуть стик в кс льбы то steam или или ликвид ес это точечная прикормка это ваш стик он повторюсь может быть по составу совершенно разным мы могут быть допустим наши готовые стики в которых уже все есть то что нужно там неважно какой любой стик миксов рейд с кт корн все вы можете все из них вы можете применять в холодной воде но если будете следовать этим простым советом именно по самому стику что вы делаете дальше с помощью точечного прикармливания разумеется вы не пытаетесь никакую точку раскормить стиками вы пытаетесь рыбу найти возвращаемся опять к нашему какому-то водоему здесь вершина здесь дамба здесь четыре метра здесь там допустим средняя глубина 2 и у берегов это будет там 50 70 вот такое здесь какой-нибудь подъем еще берегу там метры еще вот вы стоите тут к примеру вот у вас есть стик здесь у вас есть камыш здесь у вас есть допустим коряжка или просто какие-то перепады рельефа вы ну что делаю я при поисковой ловли я перезабрасываю удилище с промежутком не менее чем час 40 минут час это в течение светового дня то есть самого утра начиная в различные точки на различные дистанции на различные глубины мы перезабрасываем удилище в поисках рыбы просто для того чтобы просто попасть под нос ту рыбе который стоит вот каком-то из участков водоема то есть забросили сюда на 50 сантиметров подождали нет эффекта забросили на 70 подождали нет эффекта забросили сюда подождали и вот так в течение нескольких часов облавливаете свой сектор свою акваторию с пва стиками вот обычно при такой ловле ответ все таки где-то вы да получите то есть найдете рыбу вот что при таком вот точечном прикармливание поиски рыбы наиболее эффективно использовать в качестве насадки и на волосе стик у вас уже есть что на волосе может быть напомню весна ранняя рыба вяла еле-еле берет еле плавает еще толком не сопротивляется всасывает всю эту насадку очень осторожно очень вообще поклевки могут быть там еле-еле свингер опустился это уже значит карп берет то есть ну вот рыба вялая пока вода холодная и поведение и такое очень деликатное очень осторожное и сонное буквально буквальном смысле вот поэтому что мы должны какие свойства должны придать насадки мы должны добиться того чтобы рыба ее с легкостью без какого-либо труда могла всасывать и легко засекаться вот то есть ну мы явно не говорим а было в 24 диаметра вот в данное время года что это будет в первую очередь это будет поп-ап я редко ловлю поскольку час ну чаще ставлю все-таки цели по поимке крупной рыбы я редко ловлю на одиночные поп-апы вы могли это видеть по моим видео но ранней весной и я ловлю на поп-ап чистые одиночные на со стиком вот таких вот перезабросах это поп-ап и 8 и 10 миллиметров любые из них вот в таком диаметре с презентации крючка нажали если ваши условия ловли это позволяют вот потому что это как раз наиболее легкая наиболее взвешенная презентация поп-апа крючок нажали стик вот здесь и таким образом вы облавливаете различные точки и можете получить поклевку рыбы тоже скажу сразу с оговоркой на карп кейчерс я всегда рекомендую использовать весной поп-апы кислые по профилю вкуса и специи но такие вот они наиболее раздражающие и при вот такому точечном прикормлене когда вам нужно просто рыбу заинтересовать вот эти вот штуки они действительно классно работают для меня это обычно тути вот я в первую очередь беру обязательно на весенние рыбалки тучи мегаспайс груша и по и на полбанана и прочие вариации в разных цветах но вот этого вот профили кислые и специи там рыбные сладкие весной чесноре сумку не беру вот но вот всегда эффективность есть вот этих вот варианта да значит это один вариант насадки второй вариант если у вас все-таки стик допустим red или corn или ес то я буду использовать снеговичок либо баланс который у нас сейчас уже появились просто комбинация бойла с поп-апом в одной насадке снеговик или баланс снеговик или баланс то есть тоже насадка выделенная насадка легкая которая парит в толще воды и которые очень легко рыбе всосать снеговик или баланс диаметра 10 миллиметров варенка может быть 10 миллиметров у нас есть такая и вы к ней посаживаете либо 8 миллиметров поп-ап либо 10 миллиметров поп-ап и баланс десятого диаметра они буквально уже начинают изготавливаться будет скоро у нас доступны 10 миллиметров баланса то есть едва едва такая плавающая комбинированная насадка вот по профилю какой-то должен быть снеговик какой-то должен быть баланс такой какой стик вы используете такой снеговик ну такой вареный бойл вы используете в этом случае и профиль смотрите уже сделали с различными поп-апами как раз разных профилей смотрите вот вот это вот кислые специи но вот я делаю обычно так и все весьма неплохо получается вот это вкратце по точечному прикормлению ну и теперь касательно прикормки вы уже ловите там двумя или одним поисковым удилищем со стиками поп-апами балансами снеговичками и допустим два или одно удилище у вас ловит в некой прикормленной точке прикормка весной вообще дело сложное и здесь очень важно не перестараться но все это говорят все время но и тоже не перекормить но действительно так потому что лишние там 10 лишних спомбов на водоеме где рыба не слишком активно могут всю ловлю убить просто да и все поэтому здесь очень деликатно я люблю весеннюю ловлю повторюсь потому что это она самая компактная я собираюсь на водоем обычно ну там сутки здесь ты много не берешь там каких-то бытовых вещей и по прикормке это там пачка стика пачка бойлов пачка пелица то есть такой маленький пакетик три килограмма который берешь с собой и еще и не тратишь все привозишь больше половины обычно назад то есть это такая вот ловля очень компактная очень аккуратная и вот ее дух нужно чувствовать вот компактность такая точечность пилигранность этой ловли для того но для того чтобы добиться правильного эффекта то есть какие-то широкие там пятна за корма обильные за кормы целые 24 бойлы рыбные там ликвиды все дела это все весной не совсем актуально вот для меня весенняя ловля самая легкая самая деликатная самая быстрая компактная и точная вот из того что возможно но при этом самое непредсказуемое потому что даже знаю понимаю все вдруг меняется погода что-то происходит и все и вы прекращаете ловить но там 1 2 рыбы которую вам приносит первая весенняя сессия после зимы на радость от поимки этих рыб потом еще очень долго остается с вами вот но в общем поговорим о прикормке вот уделяя некоторое внимание каждому ее виду компоненту и говоря о том какие компоненты стоит применять а какие не стоят так вот какие элементы прикормки мы чаще всего используем начнем с первого допустим зерна то что я сказала уже немножко раньше это что очень важно понимать про весну и всегда держать своей голове когда вы продумываете свою тактику ловли первое то что карп только-только проснулся после зимней спячки то есть его метаболизм еще не разогнался он не активно он переваривает еду медленно и да ему нужно немного потому что он неактивный то есть по сути он сонный только-только вышел там из своих зимовальных ям и чего-то такое вот разыскивает он не питается так как летом не двигается с такой скоростью не борется так вы даже но могли слышать определенные весенние рыбы весенние вываживания на кое тихо спокойно без там каких-то кульбитов вот ну не без исключений но в целом это так то есть вы имеете дело с сонным сонным организмом который еще только-только начинает просыпаться отходить после зимней спячки вот кроме того вы имеете дело с очень холодной водой в которой любая прикормка какая она ни была будет лежать на дне гораздо дольше чем летом случае зерном это также меньшая активность там и сорной рыбы мелкой которая могла бы его подобрать и если вы насыпите его слишком много то вы рыбалку себе точно закончите на на этом этапе вот если но я знаю много людей среди тех кто смотрится с тех кто общается этом в телеграме вайбере с нами используют зерно как основной корм возят с собой там и чаны этой кукурузы вот весной об этом надо вообще забыть полностью о любом тяжелом зерне кукуруза горох весной нет я весной использовала маленькую баночную вот такую вот кукурузу которая добавляла в общую прикормку там ну вот полбанки этой просто чисто для цвета вот но никак не вареную кукурузу ни в коем случае вот из зерна единственное что оправдано использовать весной это конопля я еще можно добавлять к ничили то есть острая конопля она будет очень эффективно и и сигнал вот там масла они хорошо распространяются в холодной воде плюс она не насыщает рыбу совершенно поэтому конопля весной может вообще быть одним из основных элементов корма вот по количеству вот силу там народной любви к тигровому ореху скажу и про него тоже весной я бы в его сторону вообще не смотрела даже но если очень хочется именно вот этот профиль этот сигнал то тигровый орех только молотый дробленый мелко и в небольшом количестве добавки вот этой конопли то есть молотый орех это можно целый но не кидала бы в воду вот конопля молотый орех из зерна больше ничего никакого гороха никакой кукурузы забудьте о том как они выглядят когда вы ловите в холодной воде они . убивают просто сразу вообще если вы чуть-чуть переборщите не будет реакция если вы накидаете не того зерна так второе что мы используем очень часто это пелец с пелецом весной на самом деле все тоже максимально просто на что нужно смотреть прежде всего на время растворения пелеца я уже сказала что любой корм весной лежит на дне гораздо дольше чем летом это обусловлено не только тем что рыба сорная там не активно и вообще рыба меньше активно а из тем что в холодной воде и варенка набухает медленнее пылик практически там растворение не дает если на патоке скатанный пелец большая гранула жирная будет лежать в неизменном виде невероятно долго это же не жирные вот я как ловила в условиях там очень холодной воды просто вот карповый нежирный пелец бросали он там часами лежал не растворялся потому что вода ледяная и вот в ней все эти процессы происходят очень медленно вот исходя из этого кстати количество корма в понимании вот этого момента тоже регулируете то есть небольшое вот пелец в холодной воде нужно использовать во первых мелкий во вторых оптимально нежирный потому что нежирный пелец растворяться будет быстрее чем жирный что в нашем пелец и нежирные это методный так называемый это курс пелец это премиум карп пелец это карповый пелец это вот все но вот такие светло-коричневые гранулы быстро растворимы и для весенней ловли они годятся несмотря на то что они на рыбной муки то есть тут дело даже не в составе его а в том как он себя под водой ведет всячески разные холебуты любые жирные гранулы под водой лежат невероятно долго и практически ничего буду не отдают никакого сигнала своего поэтому будут работать сомнительно они рыба то может их съедать но именно вот растворение вот этого сигнала в воде не будет вот нежирный пелец работает в этом плане там растворяется начинает пылить и делает то что должен делать пелец то есть начинает привлекать как-то рыбу в точку вот то есть короче говоря из нашего перца это карповый пелец кроме того что вот он такой классный для холодной воды и быстро растворяется в нем есть очень классное свойство это способность очень здорово и эффективно впитывать жидкости то есть если вы пропитаете вот такой вот нежирный пелец бета-стимом к селем там или другим ликвидом то он здорово будет его отдавать прекрасно возьмется запах этот и вы получите ну пелец того профиля вкуса который вам нужен то есть мы используем да вы можете добавить жирный также перец допустим трат или там халибут вот но я бы добавляла его в мелком диаметре мелкие это ну там от двух до максимум четыре с половиной миллиметра больше восьмерка с 11 там 14 ранней весной не нужно оставьте это для мая месяца когда уже все будет по-летнему для ранней весны жирный если вы хоть хотите все-таки использовать этот пелец то можно использовать его немного в небольших диаметрах два четыре с половиной не жирные там шестерка пропитанная ликвидом отличный вариант в сочетании с коноплей вообще супер вот из этого мы плавно переходим к ликвидам их есть огромное количество в мире но я остановлюсь на тех которые есть у нас для того чтобы и ответить также на вопросы людей которые задавали их вот повторюсь что из наших ликвидов лучше всего в холодной воде будет растворяться бета-стим универсальная добавка для холодной воды отличная жидкость вообще это касается и осени и весны очень хороший вот пропитать карповый перец бета-стимом вы получаете такую очень аттрактивную прикормку эффективную в холодной воде ликвид yes замечательно растворяется в холодной воде при этом дает такую свою своеобразную муть такую характерную молочно-сливочную отличная привлекательная вещь и ликвид кайсель тоже хорошую растворимость имеет холодной воде ликвид red несмотря на то что содержит специи он все-таки больше для того времени когда вода чуть-чуть прогреется вы можете его очень холодной воде использовать я это делала в сочетании с пелицем но в умеренных дозировках и понимать что в основе ликвида же это лежит натуральный экстракт ливера ливер животное такое но животного происхождения продукт и в холодной воде он просто такими нитями лежит и постепенно медленно начинает растворяться ликвид рейд и ликвида скоты так вообще основанный там на экстракте криля на то производных там тунца это тоже уже больше история для теплой воды и но в холодный вот так с оглядкой большой нужно использовать то есть сигнал этих ликвидов и рейда и скоты будет распространяться очень медленно и но их использовать для того чтобы быстрый ответ получить в точке но скорее нет вот бета steam есть кс-л бета steam универсален и его можно использовать в комбинации также если вы рейд используете бойлы в прикормке наиболее такая универсальная штука но есть понятно сладкий сливочно-ореховый кс-л тоже понятно на кукурузный ликер ликвиды и четвертое и мое любимое это бойлы я наверное сейчас вот тут сотруд вверху доски потому что не влезем все написать здесь внизу бойлы в холодной воде эффективны так же как и в теплой воде но применять их нужно правильно тут даже скажу однозначно с чем бы я не ехала ранней весной на рыбалку я бы не ехала с тяжелым рыбным составом давайте наверное все это освободим для того чтобы поговорить о бойлах тяжелый рыбный состав это что в моем понимании это не менее 30 и 35 процентов рыбной муки и других производных там животного происхождения или из морепродуктов производные все все это это все вместе это тяжелый состав вот если его очень много в составе бойла то в условиях ранней весны мне кажется ловить с этим бойлом нужно очень осторожно либо же выбрать все-таки что-то другое в наших в нашем ассортименте такими тяжелыми составами тяжелые рыбные тяжелые рыбные являются два бойла скт и сквид black current скт из линейки впц и сквид black current из линейки крафт скт вообще еще и такой плотный плотный по текстуре то есть в холодной воде он будет лежать еще дольше плюс ну реально тяжелый по составу поэтому ранней весной в холодное время года я бы его все-таки не использовала и тоже подождала бы немножко до мая для того чтобы уже все утряслось но если вы все-таки хотите этот сигнал по какой-то причине можно попробовать но использовать бойлы с ну правильно надо значит что я не делаю весной ранее никогда не кормить много бойлом бойл это основная еда она будет рыба удерживать достаточно там сытная сытная еда если это был в пц у вас весной рыба вялая не нужно давать в корм много было вам достаточно дать вообще чуть-чуть там немножко буквально если речь идет допустим резаном более чуть-чуть для того чтобы но вот вот эта еда у вас в ваше прикормной точке присутствовала но ним много никогда не килограмм весной там на всю рыбалку килограмма бойла можешь ходить может хватить даже на зарыбленном спортивном водоеме у меня такие выезды были чуть-чуть немножко вот но эту грань нужно учиться чувствовать самостоятельно то есть когда сколько корма нужно дать как отвечает рыба какая у вас точка активность бывают ситуации когда нужно и больше дать бывать ситуации когда меньше но в целом это никогда не будет обильный закон никогда это точечно аккуратно и чуть-чуть вот не кормить много фракция бойло сама фракция должна быть мелкая весной не время кормить двадцать четверками ну повторюсь что я не ставлю весна каких трофейных целей там вот эти чтоб целый войл этом лежали по три дня то есть скорее этом мелкую фракцию фракция это либо крошка на круше вот это как раз можно использовать в приличном проценте в сподмиксе вот такую крошку для того чтобы сдавать этот сигнал этих всех компонентов которые в бойл входят чтобы привлекать рыбу именно сигналом состава войлок крошка эффективно она не будет же удерживать то есть ничего это просто чисто сигнал который воду дается вызвать любопытство и резаный резаный бойл резаны там и на и минимум на четверть а то и на одну восьмую если двадцатки речь то есть такие вот мелкие мелкие частички и вот этих частичек в корме уже будет меньше намного чем в чем в крошке вот то есть не кормить не использовать не их кормить много не использовать целые бойлы целых бойлов нет подождите до мая месяца это даже в мае нужно будет кормить ими очень аккуратно потому что тоже бывают всякие этом ситуации вот ранней весной вот такая фракция крошка резанный бойл нежирный пилис пропитанный ликвидом конопля и там пять ракет в точку смотрите на реакцию исходя из этого уже дальше корректируйте свою ловлю может понадобиться больше может понадобиться меньше даже просто горсть если это ловля в завоз то вы подведено подплываете к своей точке ловли или корабликом завозите опускаете насадку и там совочек я не знаю там 200 граммов максимум горсть прикормки сверху насадки и ничего не добавляете не докармливаете ждете вот вот если получаете поклевки тогда уже можно чуть-чуть нарастить по корму но очень аккуратно здесь вот такая вот филигранная ювелирная должна быть точность с чувствованием ситуации на водоеме вот что по составам здесь очень кратко скажу повторюсь что не стоит использовать ранней весной в качестве основного корма тяжелые рыбные составы потому что их время наступает тогда когда вода уже все-таки немного прогревается для меня это но поздняя весна для меня в принципе уже равнозначно лету плюс-минус и вот поздней весной можно начинать бомбить там с кт сквид блокерн там раньше мне кажется этого делать не стоит что можно раньше по нашим бойлам red red рыбный бойл но рыбная мука мука криля мука скрида является здесь одной из составляющих этого бойла здесь также есть другие всякие разные интересные составляющие источники протеина поэтому был сбалансированный и к тяжелым составом прям вообще его отнести нельзя вот он своеобразный особняком стоящий вроде и рыбный но но не из вот таких классических рыбных которые прям ух артиллерия тяжелый вот red для весны подходит ну тоже то есть использовать не нужно вот вот в этой фракции нужно понимать ес для весны отлично вообще ореховый бойл сладкого профиля такого там очень много таких компонентов которые в холодной воде распространяются с легкостью особенно вот все это в сочетании с ликвидом ну отличная штука и для для весны подходит перекормить им уже сложнее немножко чем допустим рейдом вот корн тайгер ну все таки его можно наверное отнести сюда хотя это не не рыбный бойл тут другое в нем делает его больше для теплой воды то есть ну вот уберем его из этого списка корн тайгер тоже скорее с мая у него такая своеобразная плотная текстура у него очень много там в составе производных ореховых производных кукурузы он такой ну там растительные производные но состав при этом не не из легких вот поэтому корн тайгер уходит у нас все-таки более теплое время года ну и плюс там аттрактанты которые в нем используются тоже больше туда поэтому для ранней весны red yes tutti тут и для ранней весны отлично вот там все и касательно аттрактантов и касательно состава здесь здесь все правильно то есть вы можете когда вода еще очень холодная вот я бы применяла один из трех этих бойлов в зависимости от того какой там профиль состав на вашем водоеме вот предстоит и принимаю применять это абсолютно разные по своим составам профилям бойлеры рыба специи есть сладкий ореховый тут и кисло-сладкий и ну вот в зависимости от ситуации вы можете играть с одним из трех этих составов эти три состава но начинаю начиная с мая хотя опять повторюсь что это не значит что их вот вообще прям нельзя использовать в это время года можно тем более если вы будете делать все правильно тактически использовать крошку использовать резанный бой дадите вот этот сигнал и вы тоже можете поймать рыбу но если вы собираетесь как-то там ну чуть больше бойла давать то особенно с скаты есть риск немножко передавить нашего вялого карпа вот вернемся еще раз к тактике закорма бойлом в данном случае повторюсь что килограмма бойлов весной может хватить на три точки на суточную рыбалку то есть это вообще немножко вообще чуть-чуть чуть-чуть покрошили чуть 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 резаного одноименный стик одноименный снеговичок баланс например в 1 на нас на насадку пелец пропитанный жидкостью плюс конопля все максимально легкое и даете вот это вот такой вот легкий легкий микс который просто вызывает любопытство будоражит рыбу раздражает рецепторы но не перенасыщает ее но если у вас есть активность понятно если вы видите что погода стабильно рыба активно питается тогда можно добавлять больше резаных вот этих вот частичек в корм для того чтобы у вас было больше таких вот удерживающих именно рыбокомпонентов в вашей прикормки как говоря о бойле я имею ввиду именно вареный бойл я не имею ввиду пылик пылик для меня вообще но не есть в моем понимании самой полезной этом часть прикормки есть его можно использовать тогда нужно там активизировать движение на точке это либо кобровые турниры в чаще всего использовала именно в этих условиях либо допустим ночь когда почему нельзя не хочется шуметь там кормить вам но при этом нужно какой-то такой более яркий сигнал на точку дать вот в других ситуациях в основном игра с жидкостями пелицем вот резаной варенкой дает свои плоды и вполне без пылика можно обойтись тем более в холодной воде преимущественно пылящего бойла уже сомнительны потому что они растворяются очень и очень долго и говоря здесь вот этой фракции крошка резаный я имею ввиду бойл именно вареный который применяется сумму не ну не перебарщивая с количеством вот немножко еще специфики по видам водоемов тоже приходилось словить и на спортивных и не на спортивных ранее весной но вот спортивные водоемы дают очень хорошую реакцию на ликвиды разнообразные там их дозировку можно и наверное нужно повышать в том случае когда вы пытаетесь кормом просто вызвать любопытство рыбы там дать сигнал максимально яркий что касается не спортивного водоема то там ликвид может наоборот сыграть против вас и максимум что я использую не спортивном водоеме это ликвида натурального происхождения бета-стим кс-л и если же это одноименный буллом ликвид это очень мало очень немножко очень аккуратно бета-стим кс-л смело как натуральные на натуральные жидкости вот то же самое там касательно не спортивного водоема если там очень много сырной рыбы то конопля вашей прикормки перестанет быть основным ингредиентом вы положите меньше пелется его дадите допустим больше можно пытаться обойтись вообще без пелется дать только коноплю и вот такой вот резанный бойл но все равно мы приходим в общем-то к игре с одними и теми же компонентами это конопля это не жирный пелец не жирный пелец это бойл резанный бойл фракция мелкая фракция мелкая и это ликвид ну и стик понятно вот и в зависимости уже от того как себя рыба ведет на вашем водоеме может быть если она более активна вы увеличиваете количество бойла в корме если она менее активна вы увеличиваете количество вот этого сигнала если водоем спортивный привыкший там к жидкостям всему остальному вы увеличиваете количество жидкости подаваемой вот и ну и других там усилителей всяких если не спортивный водоем то вот этого как раз меньше либо же даже в большинстве ситуаций можно в принципе обойтись даже без него вот но при этом играете вот с четырьмя вот этими составляющими увеличивая или уменьшая одну из них зависит от того какая ну как ведется рыба сейчас вот и кормите при этом немного на старте чуть-чуть горсть при кормке смотрите на реакцию получили поклевку еще горсть при кормке если поклевки начинают повторяться чаще то вы эту горсть начинаете подавать чаще если этого нет если там случайную рыбу одну активную поймали то на этой гости можно провести на самом деле но пол рыбалки точно вот ну я думаю что я все сказала пыталась но в это время вот максимально сжато как-то такое наиболее практически ценную информацию изложить без всякие там философии теоретизирования то есть просто но чтобы послушали и те кто задавал вопросы в нот могли с легкостью подготовиться к весенней рыбалки не совершить распространенных ошибок вот в процессе этой рыбалки надеюсь мне это удалось спасибо за то что смотрели всего вам хорошего огромных вам весенних трофеев ярких выездов и желаю скорейшего открытия сезона нам всем до новых встреч